В 2020 году на территории района вступило в силу решение суда, согласно которому необходимо было вернуть имущество в муниципальную собственность. Так как водозабор является объектом не муниципальным, а собственник у него субъект, соответственно субъект забрал данный объект в свою собственность. Для того, чтобы не повышать социальную напряженность на территории района, не нарушать технологические процессы, чтобы также люди получали воду и так далее, администрация района совместно с Министерством промышленности Красноярского края прорабатывался ряд вариантов. Первый вариант это конечно объявить торги на концессию, процесс этот не быстрый, то есть от полугода до года, пока вся процедура пройдет. Соответственно мы не могли рисковать, людей же мы не можем оставить без воды. Второй путь это создание ресурсоснабжающей организацией на базе существующего МУПа. То же самое, собственность краевая, пока субъект передаст в муниципальную собственность этот объект, пока проведут все вот эти вот правовые проволочки, скажем так, это тоже время. Соответственно также существовал риск нарушения жизнедеятельности и потребитель не будет получать воду. И третий, наиболее быстрый, менее затратный и в рамках правового поля, он как бы является объективным путь, это собственник, то есть субъект передает данный объект госпредприятию Красноярского края, Центр развития коммунального комплекса, а муниципалитет уже передает имеющиеся сети, как технологическое оборудование на праве долгосрочной аренды, договора долгосрочной аренды. И с августа 2020 года на территории Новоселовского района осуществляет свою деятельность Центр развития коммунального комплекса. Значит, кроме этого, мы также руководствовались отсутствием ресурсно-снабжающей организации на правобережье района, а район у нас разделен Красноярским водохранилищем на две территории, это Левый берег и Правый берег. Соответственно сегодня ЦРКК является ресурсно-снабжающей организацией на Правобережье района, а также в двух сельсоветах Левобережья. А вот эта передача имущества безболезненно прошла? Нет, ну скажем так, конечно были некие тренеры. В первую очередь мы руководствовались не нарушением технологического процесса. Ведь людям мы потом не объясним, что у нас есть действующее законодательство, процедура торгов и так далее. Это мало кого будет интересовать. В первую очередь, когда вопрос стал, кого заводить и появилось на горизонте ЦРКК, руководствовались жизнедеятельностью населения. То есть люди, они не должны пострадать от того, что где-то какое-то решение суда вступило в силу, где-то там какие-то штрафы увеличились. Людей это не интересует. Самое главное, чтобы потребитель получал воду. Поэтому вот было принято такое решение с ЦРКК. Хорошо, ЦРКК как партнеру, да, вот вы сегодня полностью доверяете? Ну у нас нет оснований не доверять. Вы говорите, что у вас есть уже опыт работы. Да, я и говорю, что нет оснований не доверять. Потому что мы с ними сталкивались по реализации немного других проектов смежных. Ну и вот в 21-м году также запланировали совместно реализовать еще ряд проектов. Поэтому на сегодня не доверять оснований у нас нет. В этом году, с переходящим в следующий год, здесь будет строительство новых очистных сооружений в модульном исполнении. Вместо существующих, которые сейчас эксплуатируются, опять-таки нами, уже в рамках эксплуатируемого оборочества, то есть то, что ЦРКК как ресурсонабжающая организация выступает, помимо того, мы являемся заказчиками и исполнителями в рамках реализации краевой государственной программы по модернизации ЖКХ. В краевом бюджете выделены средства в 20-м и заканчивается строительство в 21-м году, общей стоимостью больше 100 миллионов рублей, для строительства полностью новых очистных сооружений для поселка Новосилово. Есть существующие, но они, во-первых, и моральные, физически уже устарели, и не справляются и с объемом, и с технологией. То есть эти новые очистные сооружения, они уже полностью в соответствии с современными требованиями по степени очистки, то есть очищают воду до качества требований к питьевой воде. По сути, весь замкнутый цикл без участия каких-то вредных химреагентов в виде хлора и тому подобное, это полностью биологическая глубокая очистка. В результате работы очистных сооружений, то есть будет, по сути, отсутствовать нанесение ущерба окружающей среде. Ну и второй момент очень важный, это полностью автоматически работающая станция. А для понимания еще можно, вот то, что вы делаете сегодня для работников непосредственно, тех, кто будет трудиться здесь, это в рамках того же самого проекта? Нет, это делается нами самостоятельно, именно за счет собственных средств предприятия. То есть мы с лета этого года приняли в аренду коммунальное хозяйство Новоселово, то есть водопроводные сети, станции водоподготовки, очистные сооружения и канализационные сети. Учитывая, что предыдущая организация не имела собственной базы, по сути, ну я бы сказал, ютилась без соответствующих помещений на арендуемых площадях, поэтому мы приняли решение, учитывая то, что в дальнейшем данные очистные сооружения будут выведены в следующем году за эксплуатацию, административно-производственный корпус, который был, ну тоже, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, сделать там полностью капитальный ремонт, создать бытовые условия, чтобы все же санитарные условия были собраны для работников, которые и так в непростых условиях выполняют текущие задачи, когда работают, особенно в морозы, на водопроводных сетях, в колодцах, чтобы не могли приехать в нормальных условиях, погреться, выпить чаю, ну и привести себя в порядок. Условие труда вполне нормальные. Тут здания у нас новые, чисто, тепло, ну, конечно, бывают, всякие накладки бывают, вот и с доставкой, значит, что у нас сильно переметает, тут бывает, что даже машины не проходят. А так вполне все устраивает. Социальные гарантии вам обеспечены? Да, конечно. Заработная плата? Заработная плата, да, это самое, вовремя платится, и, я считаю, нормальная заработная плата. А коллектив у вас здесь большой? Так, у нас сейчас 12 человек. Вот у нас было 9, до этого мы работали, то есть 4 смены и уборщица. Вот сейчас добавили, у нас еще, значит, появились 3 человека новые. Это дневная смена, они вот на подмену идут, допустим, если кто-то заболеет, вот они выходят. И мастер у нас сейчас, раньше у нас было совмещенное, то есть я был, это самое, старше здесь, как мастер, вот, ну и машинистом работал. А сейчас отдельно у нас мастер есть. То есть у вас появились еще и новые рабочие места? Да, да. Кто-то осознанно уволился с приходом новой компании? Нет. Коллектив весь сохранился? Коллектив весь сохранился, да, никто не уволился. Ну, предприятия, конечно, это новые, но работа в основном осталась та же самая, как и при старом предприятия. Конечно, сдвиги есть, и по зарплате, конечно, это у нас отразилось в лучшую сторону. Ну, будем работать дальше. Ну, а какая-то перспектива развития предприятия вам была озвучена? Вот у вас есть такое прям желание? Конечно, у нас даже здесь в первые дни сразу у нас была замена водопроводных труб с первого подъема. Буквально сразу на первых днях это все заменили. Ну, и так по перспективе у нас, да, здесь сразу у нас уже на следующий год уже и план мероприятий, и ремонт водозаборных сооружений, и замена труб везде по поселку, да.